Всем привет! Сегодня решила на завтрак приготовить корундог. Честно сказать, я никогда не ела сосиску в тесте, обжаренную в кляре. До того, как поехать к дочке. Первый раз я попробовала это блюдо у них в Америке. Мне понравилось, но она была немного сладковатая. И вот решила я сегодня приготовить этот корундог. Попробовать в крайнем случае приготовить этот корундог. Но я не буду добавлять сахар в тесто. Значит, у меня вот есть такие сосиски, 3 штучки. Я хочу их разрезать пополам. Потому как у меня кастрюлька для фритюра небольшая. И я не смогу их обжарить в большой кастрюле. Если была большая кастрюля, можно большую сосиску. Значит, для этого блюда вот у меня было 3 сосиски больших. Я их порезала и получилось 6 маленьких. Вот такие шпажки. Я думала, думала, откуда же они у меня появились. Эти шпажки, шпажки бамбуковые. И вспомнила, я же делала топиарии и скорее всего их в каких-то тысячах мелочах прикупила. Ну, вот они мне тут пригодились тоже. Вот 6 шпажек у меня. Значит, для кляра я приготовила чуть больше полстакана муки, чуть больше полстакана молока, одно яйцо, сода хлебная. у меня нет разрыхлителя. Закончился. Все, забываю его купить. Соль, уксус, масло. Масла подсолнечного для кляра нужно очень много. Я полтора литра буду использовать. Это мало. Ну, все, приступим. Разбиваем яйцо. Такое крупное, довольно-таки крупное яйцо. мне нужно взять венчик. Взяла венчик, значит, в яйцо добавляю пол чайной ложечки соли, молоко и взбиваю его. Ну, так, не взбиваю, а перемешиваю точнее будет. вот я все перемешала. Получилось очень даже неплохо. Сейчас я беру чашку, где у меня насыпана мука. Я беру, значит, вот этой удобнее гасить соду. Так, откройте уксус надо. Наливаю сюда капельку уксуса. Размешиваю это. Нужу. Что-то немного испугалась, мало налила. Вот так. Теперь нормально достаточно. Все, соду мы погасили. не будет пахнуть содой. Можно не гасить. Так, это тоже перемешиваем. И добавляем сюда яично-молочную смесь в муку. И начинаем размешивать. Размешиваем. Тесто не должно быть жидким, так как оно должно держаться на сосиске. Если я его сделаю жидким, оно все стечет. Оно должно быть густенькое. Я полагаю, что мне нужно еще добавить немного муки. совсем чуть-чуть. Трошки. Две чайные ложки с горкой. Я добавила. Сейчас посмотрим. Что у нас получится. горлышко. я думаю, что получилось. Клярк получился у нас нормальный. И вот я бы хотела его слить в стакан. У меня такой стакан узкий. Горлышко у него узкое. Не знаю, как у меня это получится. я буду стараться. А для чего я сливаю стакан в стакан? Чтобы мне было удобно обмакивать мою сосиску. Можно и не выливать в стакан. Но я почему-то решила сделать так. Уберу все лишнее. сливаем. сейчас мы следующим этапом наденем сосиску на шпажку. Прямо до самого конца Надеваем Ну и так все С этими сосисками я уже готовила Блюда Сосиски в тесте Как корзиночка переплетала Ну вот я приготовила 6 шпажек с сосисками Приготовили мы кляр И сейчас мы будем Разогревать Фритюр наш Масло Так делаем тест Немножечко кляра намотаем на палочку И опустим В наш Разогретый фритюр Ну по моему все готово У нас уже фритюр готов Так как начало обжариваться Будем приступать Берем сосиску Обмакиваем ее В тесто Видите как удобно Мне кажется в стакане Очень удобно Обмакивать Накручиваем Накручиваем И опускаем Опускаем и крутим ее Переворачиваем Тесто схватилось Печется наша сосиска Ну скорее всего Плохо разогрелся Что-то долгое Сосиска то готовая Главное Тесто Чтобы зарумянилось Да Полтора литра масла Вылила В эту кастрюлю И надо сказать Что масла то не хватает Может надо было Кастрюлю поменьше Стакан что ли какой то Разогревать С маслом Было бы очень удобно Кстати Стакан опускать Вот наша сосисочка Зажаривается В тесте В кляре Я думаю Что детям бы Это очень понравилось Дети же любят сосиски А тут еще она И на палочке Она не взорвется Я ее очистила предварительно Чего бы она взорвалась Ну вот наша сосисочка Приготовилась Вот она как выглядит Аппетитно Аппетитно Так Сейчас мы будем Снова Так Сейчас еще Придумаю Сейчас я тут сделаю Потом придумаю Еще сосиску И Во фритюр ее И подкручиваю Вот я решила уже И две опустить Так И вот Третья Пошла Чтобы время не терять Подкручиваем Переворачиваем Если бы у меня было закрыто маслом То я бы их не крутила Покрыта маслом Сосиска Покрыта маслом Я бы их не так То есть больше масла нужно Да Ну или посудка поменьше Чтобы опускать А можно их А можно их На сковородке пожарить В этом В фритюре Тогда с палочкой Опускать Вместе В масло И чем-нибудь Поворачивать Такой объем масла Такой объем масла нагреть Сколько надо Энергии Сковородка Это быстрее было бы Поэтому долго и жарится А мне кажется Быстро Мне кажется Это блюдо Для ленивых Или Для мужчин Мужчины Быстро Раз себе Завтрак сготовить Или ужин Или перекус Будем фантазировать А вот я вспомнила Я когда у дочки пробовала У меня это зять Сготовил в духовке А дочка тогда мне сказала Когда мы куда-то ходим Там какой-то праздник был У них он на улице проходит И там говорит Их жарят в масле И они говорит На палочке Очень вкусные Но я как-то не придала Этому значения А потом Видно в голове Все это перемешалось Подумала Дай-ка я тоже Это изготовлю Может не совсем красиво Фритюр получается Ой Тесто Ну эти чебурики Так же в масле жарят Тот же фритюр Много что Во фритюре жарят Причем тут чебурики Вот такие корундоги Мы сейчас будем кушать Жена мне Нам Вернее Испекла Ну надеюсь Что это будет очень вкусно Супер Пеките корундоги Вместе с нами И смотрите видео Как я их приготовила Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому